Один из стендов, на которых показаны крайности истории, называется Сталинский Советский Союз. Подборка фото явно показывает отношения европейских авторов выставки на этот период в истории Союза. Вот они, масштабные проекты сталинских идей, а рядом фото голодающих детей. Кстати, идеи у советского вождя действительно были масштабные. Взять хотя бы затею возвести небоскреб в Москве на месте снесенного храма. Это здание должно было быть аналогом американской статуи свободы, только выше и возвышаться на нем должна была фигура Ленина. Однако проект так и не удалось осуществить. Говорят, исследование почвы показало, что такое здание здесь не устоит. Большую часть выставки занимает фото военных лет. В консульстве говорят, что это не случайно одна из целей экспозиции через изучение исторического опыта предотвратить опасность Третьей мировой, об угрозе которой так часто стали говорить в последнее время. Никак нельзя допустить, чтобы действительно открылась война 21 века в Европе. Я очень надеюсь, что все стороны, которые показывают инициативу, между прочим, конечно, сам президент Азбаев тоже показал свою готовность. Об этом говорит он в последнее время несколько раз встретился не только с канцелем Меркель, но и тоже с нашим министром внешних дел. То есть есть очень многие, которые стараются это предотвращать. Высказал свою позицию консул и по поводу скандальных заявлений польского министра, в которых он ставил под сомнение роль советских войск в освобождении концлагеря в Польше. Это риторический спор, так как, конечно, состав Советского Союза раньше включало очень много разных народностей и этносов, которые все как бы поддерживали именно, то есть давали все, что они могли, чтобы действительно, возможно, стала победа над фашистской Германией. Поэтому я, как наблюдается со стороны, мне кажется, что это нерешаемый спор. Кстати, посмотреть на историю под призмой европейского взгляда среди студентов из ФАКа Жубановского университета, где проходит выставка, оказалось немало желающих. Правда, в приватных беседах преподаватели высказывали мнение, что не во всем согласны со взглядом европейцев на этот столетний период истории. Многие страницы бывшим советским людям видятся все же иначе. Алиса Маринец, Алексей Уразов, программа «Факт».